Аптичный допинг, рабочие схемы, часть первая. Сейчас не будет никаких секретных методик приема различных препаратов. Я просто расскажу о нескольких схемах приема для атлетов различного уровня. Эта информация необходима новичкам, натуралам, чтобы не навредить себе и не потратить деньги впустую. Аптичные препараты вряд ли способны навредить организму, только если вы не принимаете их в очень больших дозировках, что неразумно. Но несколько рекомендаций следует огласить. Итак, если вы совсем новичок и только что пришли в тренажерный зал, чтобы нарастить себе мышцы, то для вас я бы посоветовал принимать следующие препараты. Витамин и минеральный комплекс, можно комплевит. Пьете по 2 таблетки в день, с утра удвоенная дозировка. Глютаминовая кислота по 4 таблетки, каждая по 0,25 грамм 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Будет помогать восстанавливаться, станет легче дышать, нормализует обмен веществ. Адаптоген только один, либо женьшень, либо илево-таракок, либо радиола и так далее. Не надо закидывать себя все подряд. Одного адаптогена будет вполне достаточно. Это поможет привыкнуть к нагрузкам и укрепит иммунитет. Новичку больше ничего не нужно. Не тратите деньги, получите больше внимания 6-12 разовым питанием и грамотным тренировкам. Теперь допустим, что спортсмен отзанимался в зале год. Витамины и минеральный комплекс. Можно комплевит. Пьете по 2 таблетки в день. С утра удвоенная дозировка. Креатиновый гигидрат по 1 чайной ложке 5 грамм со сладким соком. С утра натощак или после тренировки увеличит ваши силовые показатели, немного надует ваши мышцы водой. Оксид азота. 1-2 черпака перед тренировкой ускорит метаболический процесс, стимулирует центральную нервную систему, создает положительный азотистый баланс. Глютаминовая кислота по 4 таблетки, каждая по 0,25 три раза в день за 15-20 минут до еды. Рыбий жир от 3 до 5 капсул три раза в день во время еды способствует набору сухой мышечной массы. Экдистен, экстракт левзея, сафлоровидный или адаптоген. Только один. Не надо мешать. Либо женьшень, либо леутурокок, либо радиола и так далее. Курс довольно хорошо работает, если сочетать все это дело с качественным, частым, дробным питанием и грамотными тренировками. Для продвинутого атлета среднего уровня. Диабетон МВ. Пьете по 30 мг за завтраком. Носите всегда с собой что-нибудь сладкое, чтобы вовремя купировать гипо. Темнеет в глазах, холодный пот, сильная усталость, хочется спать и так далее. Сафинор или калий, аратат. По одной таблетке 0,5 три-четыре раза в день. За час до еды. Помогает сердцу во время быстрого набора веса. Креатин-магидрат. По одной чайной ложке 5 грамм со сладким соком. С самого утра натощак или после тренировки увеличит ваши силовые показатели, немного надует ваши мышцы водой. Оксид азода от 1 до 2 черпаков перед тренировкой ускорит метаболические процессы, стимулирует центральную нейросистему, создает положительный азотистый баланс. Глютаминовая кислота. По 4 таблетки, каждая по 0,25 грамм. Три раза в день. За 15-20 минут до еды. Рыбий жир от 3 до 5 капсул 3 раза в день во время еды способствует набору сухой мышечной массы. Эгдестен. Экстрат левзея или адаптоген. Только один. Не надо мешать. Как я уже говорил, это ранее. Либо шиншинь, либо левоутрокок. Либо радиола и так далее. Витаминно-минеральный комплекс. Можно комплевит. Пьете по 2 таблетки. В день с утра удвоенная дозировка. Вывод. Глютаминовая кислота нужна всегда. Особенно в зимний период. И на курсе астероидов. Аратат калия полезен для сердца. И особенно на курсе астероидов. Так как ускоряет копирование нужной для синтеза белка информации из ДНК клеток. Сафинор более комплексный препарат, чем калий-арратат. Так как дополнительно является адаптогеном, помогающим привыкнуть к новым нагрузкам. Если у вас проблемы с печенью, то оптичный метионин, корсил или фистал защитят и восстановят вашу печенку. Карнитин стимулирует энергетический обмен. Если диета, то жир лучше горит. Если набор веса, то лучшая работоспособность. Эктизистен гораздо слабее, чем анаболические астероиды. Но это очень хорошая причина для того, чтобы первый курс провести именно им, а не стрелять из базуки по воробьям. Адаптогены следует принимать отдельно друг от друга, чтобы не было перекрестного эффекта. Принимать нужно при сниженном иммунитете и повышенных физических нагрузках. Оптичные препараты не панацея накачки мышечной массы, но они довольно хорошо могут помочь вам сдвинуть силовые показатели выносливости и работоспособности. Перед применением каких-либо препаратов посоветуйте с врачом. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok